Всем привет и добро пожаловать на мой канал. С вами снова я, Тяжелая Мелена, и это... Всем привет и добро пожаловать на мой канал. С вами снова Лизка, и сегодня я вам расск... Не, я так не могу, это просто абсурд. Это видео будет довольно необычное, но по сути, которое обязательно должно быть на моем канале. В этом видео я бы хотела рассказать вам о красоте, поделиться секретами красоты, как заставить людей думать, что вы красивы, что сделать для того, чтобы действительно стать красивее, и вообще, в принципе, о красоте. То есть я дам вам какие-то практические упражнения и советы, с помощью которых вы можете выглядеть намного лучше и красивее. Но перед тем, как просмотреть это видео, обязательно перейдите на канал. Ой-ой-ой-ой-ой-ой! Вот это неожиданно было! Ладно, немножечко промотаю. Итак, для начала я тоже расскажу вам немножко теории. У всех от природы дана собственная красота. Не бывает некрасивых людей, бывают те, кто за собой не следят. Сама Милена учит нас, что нет некрасивых людей, есть только не следящие за собой. Но давайте посмотрим. Я регулярно моюсь, расчесываюсь, у меня чистые зубы, я подстригаю ногти, и чё-то, блин, не получается быть красивой, как... Та-на... Остается только упрекнуть меня в том, что я не пользуюсь косметикой, но это типа это вообще странно. Смотрите, есть много-много факторов, которые влияют на нашу с вами внешность. К примеру, если вы постоянно горстите, у вас очень много стрессов, вы недосыпаете, и куча всего подобного, то и, соответственно, это всё отражается на вашей внешности. Да я в своих мешках под глазами могу приютить двух маленьких кенгуру, а она мне что-то про тут недостатки втирает. Все стрессы, переживания, постоянное плохое настроение и всё прочее, оно быстрее вас старит. Вы становитесь совсем непривлекательными. Из этого исходит первый совет. Постарайтесь переживать как можно меньше стресса. Да, ща, погоди. Погоди, погоди. Конечно, это практически невозможно, это очень тяжело, но если вы научитесь справляться со своими какими-то недоразумениями, со своими проблемами, и будете как-то с точки зрения юмора к ним относиться, это будет намного проще. Жизнь будет проще, и вы будете... Да, заебись! Улыбка будет символизировать о том, что вы красивы, вы счастливы, а счастье это и есть красота. Поэтому прямо сейчас улыбнитесь и начните менять себя к лучшему и выглядеть лучше. Да, я улыбаюсь, а что, не видно? Тело. У каждого свои идеалы, но чтобы их достичь, нужно правильно питаться, регулярно заниматься спортом и вести здоровый образ жизни. Какой ЗОЖ? Занимайтесь спортом, бегайте в свободное время, кушайте более правильную пищу. Я не говорю вам отказаться вообще от фастфуда, от всех ваших вредных привычек, но если бы вы хоть чуть-чуть уменьшили дозу... Теперь я хотела бы поделиться с вами несколькими лайфхаками. Если вы хотите, чтобы ваше лицо выглядело немножечко худее и подтянутее, то выполняйте массаж лица. Такой массаж можно найти легко на любых сайтах в интернете, везде он есть. Просто как бы можете, даже не зная самой сути массажа и массажа в целом, просто вот так вот массажировать ваше лицо, именно нажимая, можете делать это со скрабом, с каким-то увлажняющим кремом, и тогда эффект будет у нас... Если вам от природы не даны красивые, пухлые, большие губы, о которых мечтают многие девушки, то я знаю, что делать. Просто... Суньте голову в рой пчел. Если же вам этого не хватает и вы хотите еще больше губки, то... Нужно еще больше пчел. И роев. И пчел. Как сделать симметричное лицо? Ведь все мы несимметричны вообще по природе. И здесь тоже ответ, это макияж. Дальше на пару минут учит вас быть чем-то подобие тайской ловушки. То есть, как незаметно на себя нанести макияж, но... Типа это меняет вашу внешность. Это странно. Это странно. Легче сделать вот как, опять же, такой небольшой лайфхак. Просто вместо того, чтобы рисовать стрелки, либо подчеркивать контур ваших глаз черным, просто подчеркните слегка тоненькой линией вашу линию роста ресниц. Это будет 100% незаметно, но ваши глазки будут выделены, ваши реснички будут казаться намного гуще. И один тоже нежирный слой туши придаст выразительный заглазкам, и это будет просто идеально. Больше ничего не надо. С макияжем все. Теперь еще просто пару советиков. Во-первых, отдержите вашу осанку. Никогда не горбитесь. Об этом же в своем видео вам расскажет и Виктория. Блин, у меня аж штатив нужно по-другому поставить. Настолько я горбилась все это время. Если у вас есть любимые духи, пользуйтесь ими, чтобы вас потом запоминали по аромату. Мой любимый аромат – это алкогольное опьянение. Меня только по нему сейчас узнают. Если вы хорошо выглядите, потом, когда человек встретит, допустим, девушку или парня с таким же ароматом, он будет представлять именно вас. Потому что, если вас запомнили, когда вы были красивы, и этот аромат, он на подсознательном уровне, человек запоминает вашу внешность и как вы пахнете. И потом, видеть с другими людьми, которые пахнут так же, он будет вспоминать или она именно вас. Ну и, конечно же, главное правило – и это улыбка. Я говорила об этом в начале, но я хочу это отнести и к этому концу видео. Улыбайтесь реально, искренне, больше радуйтесь, и вы будете, ну, реально намного красивее, намного... Так, погоди. Значит, можно было просто улыбаться и не париться со всем остальным? Ну вот, какой-то такой видеоролик. Если он вам понравился, вы можете поставить лайк, оставить комментарий и не кидать страйк на мой канал. Так что, да. Надеюсь, вам понравится, и я смогу в будущем делать больше что-то подобного. Или неподобного. Я еще не знаю. Я еще не знаю, как вы на это отреагируете, поэтому заглядываю в будущее. Нет, не буду заглядывать в будущее. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok